Да, мы к вам с вопросами. Давай. Вот Артём задаёт такой вопрос по Писанию сначала. Вот, если... А я сначала стихи зачитаю. Это Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 7 по 9. И увидев же... А! Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, Порождение Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Если можно, он пишет, хотел спросить разъяснение. Вот в главе, в 7 стихе Евангелия от Матфея сказано, что Иоанн Креститель, увидев многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, назвал их порождениями Ехидны. Я прошу прощения. Перезадам, я запись включу. Так, вопрос о чем? Ну, скажем. Вопрос. В чем их вина и чем заслужили они такой гнев, что Иоанн Креститель, я так понял, говорит он, отказался их даже крестить? Ну, что он отказался, этого нету. Это первое. Второе. То, что мы считаем, это истинно так. То есть, назад поворачивать никак нельзя. Он, Иисус, пришел к погибшим овцам Израиля. Вот овечки, когда ходят, и потом ты подошел, а все лежат дохлые. Вот он к таким пришел. А вот где хоронят человека кладбище, а где скотина, это скотомогильник. Скотина. Вот он увидел скотомогильник. И он узнал, ты кто внушил. А как? Друг перед другом. Вот. Ты был там? Нет. О, я был. Там начинают рассказывать. И они идут, ничего не меняя. И обманывают народ. Вот. Ну, сегодня, как в любом храме, посмотри, что оно там делается-то. Приходят креститься. Зачем тебе креститься от будущего гнева? Ну, мы же православные. То есть, мы дети Авраама. То есть, они этим гордятся, хвалятся. Это прям про нас написано-то. Вот старобряются. Они мертвые, хваткой держат. Ну, уж если Иисус любит кого-то, так это нас Он любит. И если Он кого-то принимает, это нас принимает. Почему? Потому что мы пальцы так складываем правильно. Я говорю, а где-то считать, что так? Ну, написано. В Библии написано. Я говорю, а где? Ну, написано, благословил. Ну, как благословил-то? Ну, как наш батюшка? Дальше уже не остановить. Вот. Это все про нас. И поэтому все на месте. И в крещении можно другое имя принимать. И теперь у них имя другое. Змееныши. Порождение змеи. Вот он увидел, какие мы есть. А пойти-то надо со всеми. Нельзя. А так? Вот и тут креститься надо. А ты крестишь ребенка, да? На прошлой неделе крестил. А почему? Да бабка не хочет водиться. Говорит, с Антихриста буду сидеть. А покрестил. То есть, его там покропили. Он заплатил деньги там. Ну, пришел домой. Товарищи пришли. Мы, говорит, выпили. Обмыли это дело. Обмыли. А ребенок лежит, и никто не возьмет его. Пеленки не переменят. Вот такая вот история. Ничего не менять. Так и остается. В течение двух тысяч лет. Фарисеи – это православные. А саддуки – это еретики. Они все отнимают, выбрасывают книги. А у нас... Ну, чтобы спасти, что нужно? Надо крестный ход пойти. Хорошо бы дома мощи еще какие-нибудь были. Хоть косточка одна. Ну, нас-то, если взять, так, ну, ничего нету. Прямо, ну, глупее-то никого нету. Вот один баптист вот обратился. Ну, и все уже. И подходит уже, и свечи покупает. А потом и говорит. Вот у меня впечатление такое. Вышел. Поговорит с одним, с другим. А все так насторожены. Его тут не видели. А сейчас он на одной ноге. Какой он такой? Кто? И он говорит. Никто не интересуется. А он хорошо знает Писание. Вот я гляжу. Да начнешь спрашивать. Они что попало, говорят. У меня впечатление, что Бог набрал одних дураков. Или никогда не избирал их. Они просто ходят сами, как шалава какая-то. Вот какое мнение. Я понял. Это да, так. И к этому, что сказано, мы должны только добавить. Это о нас. Прости нас, Господи. Только сейчас я ролик кто-то выставил мой. Там я доказываю. А, Евгений там один такой. Книги покупал, а потом он исчезает. Я говорю о том, что монашество принесло в том виде, как есть сейчас зло. Больше во много раз. Все вместе взяты иудеи, мусульмане, баптисты, коммунисты. Там перечисляют фашисты и масоны. Почему? Они намертво запретили благовествовать. Вот. А люди, ой, 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 из родних хоть один бы в монахах был, он бы нас всех там отмолил. Это все опять про нас. Вот и все. То есть, получается, Иоанн Креститель их крестил, этих людей. Но они были сначала по рождению ехидны, а потом, когда уже крещеные, вот они уже оправданы. Но не оправданы. Слова оправданы нет. Ну, тогда еще да. Да. Вот оправданно. Говорится об этом. Крещение его только давало веру, что Христос придет. А оно не давало прощения грехов. Не было этого. А во Христе, да, что нам делать, мужи и братья, 2.38 Деяния апостолов. Покайтесь и докрестите каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. А на Иоанном Крещении ничего этого не было. Намерение было только такое для прощения грехов. Для прощения. Когда придет Христос, они примут Крещение. Вот Аполлос такой. Он говорил, все правильно, но знает только Иоаннова Крещение. Ну, Акилов из Кида пригласили его, все ему рассказали. И он стал другом Павла. Так. Да, и написано в оригинале, покайтесь и погружается каждый из вас. Не крестится, а погружается. Ну и правильно, так и есть в оригинале. Благодарю. Вот другой вопрос задает Наталья Советникова. Если женщина в мыслях блудит, а внешне одета как христианка, она, значит, не грешница. Ведь одета же как надо. А то, что в мыслях у нее разврат, никто же не видит. Почему замечания дают, когда женщина одета по-современному? Модно, накрашена красиво. Ведь она может грешить внутри меньше, чем та, у которой юбка до земли. А вот как раз внешний вид и показывает, что там у нее внутри. Та такая нехорошая, то другое, но она уже становится на христианский путь. А эта, которая, вот она такая накрашена, но она святая там. Так не бывает. Она плохая. Она не знает Слово Божие. Она на соблазн пришла в храм и пришла еще тут соблазняет. Поэтому, стой, так и разговариваю. Встречают по одежке, провожают по уму. Да, благодарю. Другой вопрос. Почему в роликах говорите, что вообще не грешат христиане? Это ложь. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, ибо истины нет в нас. 1 Иоанна 1,8. И дальше она приводит стих. Пишу вам, дети, потому что вы, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, и далее, далее я не буду перечислять, чтобы не затягивать. И она говорит. Переводит 1 Иоанна 2,12-14. Разве не видно по данным стихам, что младенец во Христе не может не грешить? Тут ведь четко написано, что человек, который только покаялся или покаялась, является младенцем, и он в любом случае борется со грехом. А вот уже юноша, побеждая от дела лукавого, может мысли отфильтровать, греху серьезному противостоять. Ну, а отцы уже сильны духом на мощную борьбу со грехом и дьяволом. Там говорится, как впереди, рожденный от Бога не грешит. Не ходит, не крещение, а рожденный в поданном смысле. Вот и все. Он не грешит. И дальше написано, не может грешить, настолько ему противно. Вот как, если ты не курящий, тебе запах отвратительный. И ты не можешь курить, потому что в комнате не накурено, ты сидеть не будешь, ты выйдешь. А что все мы, мы, все люди на земле, все согрешили. Там посмотрел, там что-то. Грех греху разница большая. Посмотрел на женщину с вожделением. Он да не думал. А получилось так, глаз только бросил и уже все. Поэтому показывают, что умышленно грешить не может. А другой по природе человеческой слабый, то еще подходит. И что, это всегда Павел так соблазнялся? Нет. Он рожденный был. И когда он говорит, что о себе, когда я думаю делать добро, придержит мне злое, он говорит о человеческой природе вообще, о человеке. Когда я не знал Бога, я был такой, ну никогда не было. Я родился, говорит, фарисея от фарисея. По правде законный, непорочный. Тут надо понимать, что он говорит. Он говорит, вообще человеческая природа обладает, ну грех обладает силой притяжения на человеческую природу. Как магнит на разные опилки железные. И надо с этим согласиться, да так. А можно сказать, что я не грешу? По определенным грехам, определенно можно сказать, не грешу. Если которые говорят о священии, когда исповедуют это, что там стоят, я этого не знаю где. Но если это ничего нету, зачем же это? Это у православных. Вот такой образ создали. Грешник, многогрешный, архигрешный. Почему просто не сказать? Я не оправдываю себя, но я боюсь греха. Я умышленно ни к какому греху не подхожу. Прости меня, Господи. Я недостойный. Я осознаю это. Но недостоинство мое вообще во всей природе. Определенно назвать греха то и то, делай там, то не делай. У меня этого нету. Просто нету. У меня Господь переродил. У меня все это другое. Что я любил-то, так ушло. Но себя сказать, я святой, не грешу. Нельзя. Бог в ангелах усматривает плохое. И на солнце пятна. Поэтому сказать, я не прежний, это определенно. Вот там было такое, такое. Так один раз я исповедовался, мне причастил Господь. Я больше никогда это не говорю, потому что этого у меня нету. Нету? Ну, не надо этого бояться. Почему? Не моя это заслуга, а Господь сделал. Он меня очистил, омыл, баней, пакей, бытия. Я помню о суде Божьем. Я никак не могу быть лжесвидетелем. По всем заповедям, исход 20 глава, прохожу. Или о блаженстве где-то я вижу. Господь везде дал силы победить противоположное тому. Блаженный плащище. Горе смеющимся. Но вы смеетесь? Нет. Как? Ну, где-то улыбнулся там. Я гляжу, как голуби друг у друга пищу отбирают. Кого я осудил или что? Ну, интересно просто. Они не умеют есть голубя. Вот ворубей этот, синиц, он семечку одного зажмет лапами и клюет. А голубь так, голубь ткнет, рванет. А кусок за ним улетел, он стоит и смотрит, куда кусок делся. А то ворубей подхватил и унес. Ну, я стою, и мне до того смешно. Маленький воробушка. И вот он. Ну, кого я осудил или что-то? Я люблю природу, люблю птиц. Орнитологией с пяти лет занимаюсь. Я просто для примера и говорю как. А что вот так? И там подсиживать кого-то. Ну, как у людей есть. Вот у нас сейчас эта история. Соглядатая, где-то что-то сохрани и помилуй. Песерахов еще писал, говорит, если ты спосорился, даже ударил, нанес удар, возможно, примирение. Но если ты открыл тайну, раз и скорее звонок, там где-то там в прокуратуре или кому-то где-то, не беги, бесполезно. Уже никогда примирение невозможно быть. А если-то даже подумать страшно. И вы никогда не обращались, никогда. Ну, если он нарушает порядок и спать нельзя, мы рядом живем, комната рядом, они окно открывают, и 12 ночи, а у них там музыка тарабанит, и стекла трясутся. Я обязан сказать, ребенок крещит, ничего нельзя сделать. Вот там приезжал нынче, крещение принимал один, говорит, у нас с соседями, ну, на даче они, конфликт. У нас петух, говорит, хороший, и этот петух поет, а рано, а сосед, девочка больная. И он говорит, ты петуха, заруби или куда день, говорит, девочка просыпается, плачет, а она больная. И он говорит, что делать? Я говорю, в первую очередь признай, что ты виновен. Ну, трудно ли петуху клетку купить-то? Днем он будет, но до 7 утра нельзя работать, ни молотки стущать, ничего нету. Это закон гласит такое. Ты его нарушил, да он в 5 утра, ну, тем более в 5. Ну, собаку у тебя лать на кого? На облака, на воробья. А я проснулся, ничего нету, ни сна нету, ни еще. Я взял пруд, перелез через заграду и давай эту собаку охаживать. А потом хозяин сказал, еще раз будет, я тебя научу. Все, он собаку ликвидировал, никого нету. А я сплю на улице, у меня пристойная, летняя, как веранда. Я, к примеру, говорю. В каждом деле я это не... Я вот взял бы так, а тут не сделал для Бога. Где бы ни было, какой бы золотой слиток ни нашел, я найду место применить его. Я ничего не похитил. А не так, что у тебя дома сижу, а теперь я его кляну, там, человека где-то, оборони Бог. Я еще усиливаю молитву за него, молюсь. Если нельзя, Господи, никак, убери его совсем отсюда, потому что он злодействует, злодей, злодейский, как Исаия говорит. И поэтому людям доказывать ничего нет. Апостол Павел пишет, у вас блудодеяние, которого нет у язычников. 5 глава 1 Коринфянам. Ну, понятно, что беда какая. А начинает, говорит, святым избранным. Наконец, святые или блудники? Святые блудники. А как так? Да так, первое, по благодати. От нас не забыл, он меня очистил. А далее там один, один. А теперь-то он говорит, а то у вас такое, и вы не знаете, что сделать. Скорее его отлучить там и проще. Это не... Он говорит, вообще приветствуй всех. А тут, говорит, у вас блудодеяние этого одного человека только. А их, может, там было тысячи. В любом вопросе мы должны увидеть первое исток. Откуда это произошло? Кто подбегнул? Помянуть это. Рожденный от Бога, рожденный, перерожденный-то, он не грешит. Мы грех... Грех... что? Отступление от нарушения заповедей. Ну, нарушение заповедей. Это грех. Придет, говорит, мир облищит о грехе, о правде, о суде. Грехе, что не верует в меня. А я верую. Самый главный грех. Я верую, знаю, что... Христос придет, будет суд Божий, и меня это удерживать. Я не могу делать заочно там что-то попало никак. Не так я в командировке, ну и жена не видит или кто-то. Оборони Бог. Тут все стоит на месте. Благодарю. Другой вопрос. Зачем вводить в заблуждение людей и говорить, что каждый пришедший не грешит сразу? Ну, я понимаю, пришедший к Богу не грешит сразу. Как исповедовался, допокаялся, получается, по вашим объяснениям, ребенок, которого покрестили, не должен никогда грешить. А ребенок вырастает и грешит каждый день. Так как человек может не грешить. А, вопрос такой. Так как человек может не грешить? Ну, в первую очередь, это крещение детей у нас не сказано определенно. Речь идет о тех, которые сознательно пришли к Богу, уверовали, а мы-то его кровью. Тут надо понять, что мы делаем многое. У нас вход в церковь неправильный абсолютно. Дети растут в неверующей семье, а их уже бабка там помочили, сходили, все. Ну, он какой был язычник. Только был сухой грешник, теперь мокрый грешник. Только разница-то в этом. И поэтому тут никак не подходит. А если он пришел в возраст и отказался называться сыном дочери фараоновой, как Моисей, предпочел страдать с народом Божиим, так он что там грешил? Нет. Все. Я принял Христа. Вот. Нынче, вот, 27 сентября будет, вот оно уже рядом, 17.00. У меня будет ровно 60 лет, как в руках у меня Евангелие. Ну, тысячи, тысячи, тысячи людей услышали. Ну, только на одном канале у меня 69 миллионов просмотров. И люди... А есть, которые постоянно им деньги заплатили, я узнал это, и хорошие деньги платят, чтобы они всякую гадость писали и писали. А они ничего не могут. У вас в доме там это... А мы за столом сидим, заголовок называется, как хорошо жить в деревне. Вы все жрете и жрете никак, а тут есть нечего, подойду, холодильник пустой. Ну, что злиться-то? Положи в холодильник хорошую, там, лепешку, там, спеки еще. А он сидит дома, ничего не делает, только судит. А мы работаем, у нас все есть. Вот сегодня только, ну, что-то второй день молочный. У нас уже молоко им, а мне просто квашу, Володя, пораньше уже сделал, заквасил. Дальше из нашего виноградника, из Барнолова, прислали виноград. Черный и зеленый. Помидоры. Помидоры нарезаны с луком, с маслом растительным, с солью. Рыба лежит, рыба. Сам знаешь, вот, караси. Так вот, Бог благословит, может быть, и с первого числа будем ловить вот здесь. А у нас еще до поста там было сколько есть. Арбуз лежит, матушка дала арбуз, а мы трое его два дня ели. Вот такой вот арбуз. Большой. Сладкий, сладкий такой. Володя сегодня смеется, говорит, все еще не доел, говорит, никак. Все поели и все положили в одно место, а потом на следующий день. Вот заметно только, что лепешки, вот такой толщины у Володи, пухлые лепешки. Пряник в конце дает. Вот, ну и там первое или второе у него что там готовлено. Стол-то заставлено. И тут же компот. Компот сладкий. Пожалуйста, выбирай. А другой сидит, у него ничего нету. Мы почему? Мы работаем. Работаем, земля родит. Все у нас есть. Вот у Володи теперь это лагерный огородчик, где крещение. Идешь там слева. Когда это было? Позавчера. Нет, наверное, это было. Ну да, позавчера в субботу. Мы собрали яблоки. Они падали. Яблоки довольно большие. Вот такие вот. И мы набрали где-то, может, ветер 12. Ну и Ванна, Володин, мотоблок. Там ведрами поехали подряд. Там до барабашей. Назад туда, Володя. Ну там, представься, берет. Да ладно, я маленько. Давай ведра два бери там. Все. Так Володю, когда на столе молоко, я говорю, это откуда молоко-то? Если он его покупал, то я должен вложить туда что-то. А нет он. Да кому яблоки дали? У них коровы есть. Они нам сразу дали. Вот тогда разговор другой. Даже здесь надо это почувствовать. Я не хочу никогда, чтобы на дармовщинку где-то. Ну просто люди знают, знают, что я говорю правду. Они за столом сидят, Володя купит иногда сметана, творог, бывает сыр. В Барнауле. И сидит там Виктор Николаевич. Они едят, а я не ем. У меня нет денег. А куда делюсь? Ну это мое дело. Куда делюсь? Не пропил, не прогулял. Я являюсь старостой, кроме этого попечитель. Я все время должен смотреть, где кто попал в беду, переезжает кто-то. Там свадьба была, родился кто-то. То есть у меня все сразу распределяется где-то. Я сытый. Я обхожусь без этого. Но Володя пасту, ты каждый день 500 рублей, и все. Я пошел, договорился. И по полторашку каждый день, чтобы давали молока. Но теперь-то полторашка я ему помог, вышиб. Теперь это я беру. Стаканчик с ним вместе. Ну это же интересно, красиво и безгрешно. И в радости. По-детски. Игорь Тихонович, у вас время сейчас есть или подложено? Нет, вот время есть. А вот сейчас 4 часа, сейчас будет у нас моление. Да, я вас не отвлекаю, или потом перезвоните? Нет, нет, нет. Сейчас я гляну, действительно ли это 4 часа? 4 часа, да. Ну так, мы войдем туда как раз. О, я не услышал, Володя звонил где-то. Ну вот так. Тогда вы уходите сейчас? Никуда я не ухожу. Просто... Тогда я задаю вопросы? Да, я не знаю. Давайте 10 минут дадим свободу, чтобы помолиться со всеми. А потом зайдете. А там же сейчас занятия будут по описанию. Игорь Добунов ведет. Там не молитва будет? Сейчас занятия там будут. На занятия. Ну ладно, давайте дальше говорите. Ага, все. Так, Наталья спрашивает. Покажите места из Писания, где Всевышний говорил исповедоваться перед священником. Ну, нет такого. Но приходили Иоанну, открывали свои грехи. Написано, исповедуя грехи свои. Это не обязательно, чтобы у нас был Иоанн Креститель. Но люди исповедовали, приходя к нему. Но теперь эта власть дана кому простить и проститься. В 20 главе определенно Евангелие от Иоанна говорится. На ком оставить и оставиться. Так вот, лучше нет доказательства. Эту власть дал Бог. Сектанты этого не могут делать. У них нет священства. А у нас законное, рукоположное священство по хиротонии идет от апостола Андрея. Вот и все. Покажите, где написано, что крещение должно совершаться в присутствии крестных родителей. У Иисуса были крестные? Нету, нигде ничего не написано. Нету. Это позже пришло. И это надо отменить, чтобы не было. Потому что неверующие. А когда верующие, это хорошо. Второй отец и мать, вот, ну, об этом в книге Тавит написано. Дочка моя, ты идешь в другой дом, у тебя другие родители уже, вторые будут. И так и здесь. Заботится человек. А сегодня, вот Вячеслава вчера приглашали, вот там какая-то ходит здесь, и за 200 километров. Ну, понятно, что это фиксы, этого ничего не будет. У меня было, прям просили, ну, будьте крестным, все. И забунтовали, родители ушли, сделали с врагами, и таким же детей вырастили. Я доступа не имел к ним. Ну, мне не отвечать. Родители взяли это на себя. А теперь с детьми уже не знают, что делать. Все. Возмездие у Бога рядом. Другой вопрос. Разве написано, что младенцев надо крестить? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. От Марка 16, 16. Разве младенец может уверовать в Иисуса, например, в три года? Нет, не может. Не может. Дело в том, что крещение – это завет с Богом. Так вот, мы об этом считаем. 12 глава Бытие, 3 стиха. И говорит, что ребенок должен быть обрезан в восьмой день. Если не будет обрезан, да истребится душа та. Так он не понимает ничего. Разговоры кончились. Если твой ребенок, значит, ну, Измаил там в 13 лет, это мусульмане сейчас, они арабы там такие. А верующие знают. Завет с Богом. И как? Ну, крестился сам и весь дом. Это у Лидии весь дом. У Стефана, у Стражника. У Корнилия весь дом. Что, все бездетные были? Ну, не надо дать. Весь дом. Если он сам зашел на корабль, а потом будет, то и дети с ним будут. Дети. Мне как-то пришлось говорить проповедь среди баптистского собрания. Большое там. Ну, впереди сидит женщина с ребенком. И тот же самый вопрос. Я говорю, ребенок рождается во грехах. В беззаконии, за счетом, в грехе родила меня мать моя. Псалом, 50-й, 7-й стих. У Иоа, 14-й, 4-й стих написано. Кто родится чистым от нечистого? Точка. Дальше. Не один. Точка. Вы согласны, что дети рождаются? Да. Но если это так, то надо грех отрасывать, как крещением. А в крещении омывается грех. 2.38 Деяния апостолов и 22.16. Определенно. А в Новом Завете, Колоссино, 2 глава, 11-й стих. И вы, говорит, обрезаны, обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела, плоти, будучи крещены. То есть, это был прообраз вступления в Заветы. Ребенок не понимает еврейский, ничего нету. Тебе не надо рассуждать. А Господь сказал его, Исаак был обрезан в восьмой день. Ну, точно так. Сегодня крестят в восьмой день. Мы делаем по слову Божию. Там тоже ребенок ничего не понимал. Там можно было сказать, кто веровать. Веровать ребенок не может. Зачем на него накладывать то, что к нему не относится? Относится это ко взрослым. А ребенок, крестился он, и весь дом его. Я хозяин дома, и все крестились. Вот он обратился в Рам, и обрезан был весь дом. Это не просто воду окунуть. Это болезненная операция. Все. А были кто не отказался? Ни одного. И написано, был обрезан весь дом. Все. Вот и ответ весь, по слову Божию. Благодарю. Другой вопрос. Ранее первым днем недели было воскресенье. Седьмым суббота. Почему мы все ходим в храм не по субботам? Ведь сместил дни недели царь. Написано, день субботний. Слово суббота, по-еврейски шаббат, означает покой. И Господь сотворил мир от дел своих. Говорит, что кончил последнее. День покоя был. Почему? Видимый мир, творимый им. Там не написано, что ангела он сотворил. Для человека. Небо, земля. И дальше все. И, наконец, человека. Птицы, звери. Все было. И, наконец, человека. А дальше мы читаем в откровении. И сказал Господь, творю все новое. А где он творит его? На Голгофе. И вот он сходит в пятницу. Он висит на кресте по человечеству. Как Бог, он в преисподней. И когда сказал, и дух его вышел с него, он сошел в преисподнюю. Он там пропадет пятницу, субботу, и воскресенье закончил. То есть, почил от дел своих, когда воскресенье. Суббота, это была тень будущих благ, Павел говорит. Ветхий Завет. Тень. Вот эта тень показала. Шаббат мы получили. Покой в воскресенье Христа. Поэтому все на месте. Там говорится о плотском творении, а здесь о духовном, о рождении. Творю все новое. Новое. А что новое творит в человеке? Душу ощущает. Это его труд. И он его закончил в воскресенье. В преисподней был. Вот и все. Почему православные люди себе присвоили звание апостольской церкви? Ведь от апостолов пошла церковь и называлась католической. Затем Мартин Гютер увидел нарушения и начались разделения. Так православные откололись от католиков. Затем у православных произошел раскол. И сейчас тех православных называют староверы. Получается, после апостола церковь была католической изначально, а не православной. Тут много чего нагорожено. Мы это видим уже в Первом Вселенском соборе везде. Везде называют это православный. Я специально это, у меня такой ролик был, говорили. Это человек не знающий. Как это так? Ну так, как есть. Теперь. Лютер пришел, он увидел. Да Лютера не видели. Ты почитай на Златоуста. Пятый век. И он говорит, я не вижу людей в храме. Я вижу лошадей. Языком своим кучу навоза принесли сюда. Как он их красив. Говорит, вот в человеке все звериное. Тут кровожадность льва, хитрость лисицы, жало змеи. Поврось. А у человека все от зверей оттуда. Дьявол не сребролюбивый. Это нигде не написано. Дьявол не блудник, он не блудит. А у человека то и другое. Поэтому, говорит, хуже дьявола. Это Ян Златоус говорит. А куда делись? Никуда исправлять человека надо. И поэтому тот, кто нагородил все. Материн Лютер. Материн Лютер еретик. Он отделился от церкви. Он. Что перевел он. 95 тезисов выставил там. Ну все, это нормально было-то. Но он отошел. Дальше-то не удержался. И будучи монахом, женился на монашке и шесть детей прижил. Он развратник. Он богохульник. Ну кто он такой? Богу дал обещание. Вот у меня был такой молодой человек. Ну знает, как я к монахам говорю. Ну и принял монашество. А теперь полюбил там девчонку. Я говорю, ну вы же против? Я говорю, против монахов я никогда не говорил. Я говорил против того, что люди заповедь Божия попрали. Идите по всему миру. Он мона это один. Монолит. Монолит. И из кусков собрано это. И поэтому я советую, раз ты уже такое дело, теперь будь один. А он женился все равно. Ну женился же, ну как разошелся. Она отдельно. И он, я с ним встречаюсь, а он сын священника. У него веры никакой нет. Бог все отнял. А там голос такой. Теперь он поет о Марии, исполняет Бородина и прочее. Все. И люди, которые вот это вот там сказали. Разделение было в 1054-м, в 11-м, не в 16-м веке. А лютер 1517-й год. И церковь апостоличная. Вот в названии апостольская. Это у армян. Григорий Армянская апостоличная церковь. Это у них. В названии. А как слово католическое, буква Т это Ф. Там Том Сойер, Том. А мы говорим Фом. Фома. А у них Томас. Т и Ф. Только альвеолный звук нужно язык прикусить и букву Т сказать. Вот и все. Это одно и то же слово. А когда это было? В 1054-м году. Когда символ веры изменили. И пришли там легаты, которые и положили прямо на престол. Что, дескать, они не правы. Это такой ответ был. Их оттуда попросили, видимо, и отлучили. Они изменили символ. А кто правильно? Правильные католики. Я это докажу в течение одной минуты. Но уже было принято где-то. Дали бы свободу. Так вот, главное-то филиоквы. И же от отца исходящего. А они сказали, от отца и сына. Так что, да. В одном месте говорится, умолю отца и пошлю Духа Святого. В другом месте говорится, и пошлю Духа Святого. Уже никого не просят. Католики правее нас. Вот начинает. Вот старовера, они пальцы два показывают так. Вот которая сейчас новообращенная. Это новообрядцы. Это вот ни коня не называют. Три. Как правильно? То и другое имеет элемент ереси. Страдало не божество. Это божество. Преклонило небеса. Сошло, как старообрядцы толкуют. А это Троица. На кресте Троицы не было. А мы совершаем крест не свой, а Христов. А как правильно? Пять. Католики. На кресте умирал человек. Божество бесстрастное. Бог не может ни плакать, ни страдать. У него нет этих чувств. Это по человечеству. И поэтому по человечеству он получил пять ран. И кровью, мамы, человеческая кровь, не божественная. Он человек. И поэтому пять ты, глава всему, сошедший на землю и воплотившийся от Девы Марии, меня, стоящего на левой стороне, благодаря пятью ранам, переведи на правую спасительную сторону. Католики правее всех. Но я не католик. И не молился. Но я знаю. Просто нашел объяснение. Я нигде это не считал. Я путем исследования дошел до этого. А сегодня это в интернете как догмат какой считают. Вот и все. Вот там что еще у них? Католики там. Там у нее еще каша с этим. Она не может разобраться, кто такие старообрядцы, кто такие новообрядцы. Ну, я объясняю. Название старообрядцы имеется в виду, как принял князь Владимир. Да, князь Владимир, какой я старый-то, 988 год. Ты возьми первый век, как признаю. Один. Одним перстом, говорит Иоанн Златоуст. Одним. И сами старообрядцы это пишут. Они не знают даже свои книги. Мельников там. Федор Ефимович пишет об этом. Неоднократно Златоуст говорит. Так какой? Рука не пока. Ну, не левой рукой, это определенно. Значит, правая. Какой? Не мизинцем. Я знаю. Какой? Самый удобный палец. Даже не объясняю. И так видно, где. И вот что это означает. Ты единый. Они, выходя на арену перед львами, восклицали. Кристос Рыгна. Христос царствует. Вот крови в этом. В Псалмах написано. Господь царствует. А они теперь это показали. Христос царствует. Он Господь. И с этим умирали. А вот теперь, когда возникла ересь монофизитов. Мона один. Во Христе одна воля. Монофилиты. Одно чувство. А православное, говорит, два. Божье и человеческое. Да минует меня щаше сия по-человечески. Но да будет воля твоя по-божеству. Хотя он сразу, говорит, он Бога-человек. Поэтому, когда против Троицы Арии восстал. Ария, вот эта, Троеперсная, это более ранняя. А Двуперсная позже возникла. Потому что это там уже возникли другие истории. Их внешне сокрушали. Люди не понимают, а старообрядцы-то они. Старый обряд в 1656 году, когда Никон был, реформы сделал. Они держатся того образа внешнего поклонения, которое у них сохранилось. Так князь Владимир взял. Но князь Владимир, когда брал оттуда, от греков-то, было уже, которые держали против Арии, и которые против История. И то, и другое содержат элемент ереси. Я объясняю это дело. Но отсюда теперь делаем вывод, что они не знали старого. Они старообрядцы, ну, с натяжкой. То есть люди, держащиеся обряда, принятого на Руси в 988 году. А если бы пришел человек первого века и показал, они бы его не признали. Даже старообрядцы, они, что они будут признавать-то? Они за основу всего берут. Именно вот так написано было во времена. Ну, там перечисляют своих, кто они там были. Последний Иоаким. Да, так и было. А теперь, когда Никон, понимаете, много с греками общались. Они говорят, а у нас вот так, вот так. Вот у православных идут против солнца, а у старообрядцев по солнцу. По солонь называется, крестный ход. А как правильно? То и другое правильно. Иди за мной, Христос говорит, гряди за мною. Это то, которое старообрядцы. А это иди ко мне, наоборот, стоит к себе, приглашает. И такое есть, это уже против солнца. То есть то и другое имеют равное обоснование. Спорить не о чем. Но так как уже было по солнцу, то и менять не надо было. Зачем? Зачем было менять это? Какая нужна, когда то и другое неверно, и в то же время спорят из-за чего-то. Я до всего доходил путем тщательного исследования. Что сейчас говорю, это нигде не написано было. А провернуть никто не посмеет никогда. Потому что это действительно так. Игнатий Тихонович, почему люди так держатся за обряды? Ведь это ведь противоречит высказыванию Тертулиана, что в главном единство... Во второстепенном свобода, во всем любовь. Во второстепенном, да, свобода, во всем любовь. А ведь обряды, это ведь второстепенные. Почему люди так думают, что не соблюдая какой-то обряд, они этим потеряют Царство Небесное? Ну, в церкви мы не будем так отдавать честь. Не будем. Потому что это другое совсем относится. Сейчас некоторые не... А Анатолий этот был, Тарасов-то, так он не крестился, а звездился. Вячеслав, когда показал, он оттуда руку раз, и у него получается звезда. А я даже не замечал этого. Потому что все на этом обосновано. Старый обряд, старый обряд, все. Упрямство, свирепость такая. Более, я много знаю, разное течение, там, секты. Но вот такое, чтобы на пустяке все время кого-то им надо грызть. Это у них. Какова вакуум. За один АЗ, АЗ это Я, буква АЗ, готов умереть. Вот фильм «Раскол». Раскол. Режиссер Николай Досталь. 20 серий. Никон и Аввакум. Ну вот Никон и Аввакум. Ну и что? Они как борются-то? А Библия ни разу не появилась нигде. Били за обряд, за какое-то слово в богослужебных книгах. А то никакого значения не имеет. А они раз потеряли Библию, а ее нету. Перевод сейчас, который старобрядцы говорят, а он неправильный. А как ты узнал? Чтобы знать правильно и неправильно, ты должен хотя бы четыре языка знать. Сравнить с еврейским, с греческим, с арабским, с латынью. Ничего не знают. И вот так научили. Вон, в глаза тыщут тебе двуперстно. Стали говорить. Когда стали папиросы уже сворачивать, уже продают папиросы. Возьми и... А до этого было табак. Его надо было взять из кисета, положить в бумагу и говорить, щепоти, это табачники берут. Я говорю, а сегодня и никто табак так не курит, а курит двумя. Старобрядческие. Сразу заглохли, больше не стали говорить. Клином клин вышивается. А вот правда то, что православные новообрядцы поносят старообрядцы? Это правда или нет? Или клевета? Сказать как-то. Если бы было это 300 лет назад, то было бы так. Поносят что они поносят? Они их и не знают. Они старообрядцы... Это нас враги назвали. Еще сейчас журнал выходит старообрядческий. Митрополит старообрядческий. Это не надо выдумывать-то. Это их старый обряд. То есть они не знают истины. Совершенно. Разбития никакого нет. Ну сколько лет прошло? Почему? Да нас гнали. Возгнали. Ну церковь-то она всегда была гонима, истинная. И они однако переводили. Лютер перевел на немецкий язык. И сразу отвалились от католиков. Германия отошла. А теперь везде уже в Азии находятся лютеране. И говорите об этом, что их поносят. А эти как? Старообрядцы как новообрядцев поносят-то? У старообрядцев вы не найдете такое, чтобы человек говорил равно, спасительно, и чтобы принимали нет. А у новообрядцев, которые ни коня не тут, а сколько угодно таких. Хотя я против не имею. Хоть два, хоть три. Так же было. Сергий Радонеский молился два. А уже Серафим Саровский. Триятей, другой канонизированный. Ну, вот так вот. А старообрядец на это никогда не идет. У меня завязали связь хорошая с Корнилием, митрополитом старообрядческим, белокринитской иерархией. Ну, прямо хорошая. Он от меня книги получил. Говорит, я в книгах ваших нашел много нового, интересного и полезного. Ну, я решил-то со своими старообрядцами. Если я походотаюсь, то, чтобы вам разрешили на наше богослужение приходить. Они ходили до этого-то. А священник сразу не буду причащать. То есть он причастием играет. Да не день написано, чтобы самодур какой-то тебя не причащал, и ты теперь в рай не попал. Этого нет нигде. А вот и дальше не могут еще сказать. Я ему написал, разрешите. И мне надо не переходить никуда. Когда исповедуются, они в Барнаул съездят. Там, я знаю, священник Думнов, Никола. Митрополит сразу мне ответил. Мы этого разрешить не можем. Потому что вы признаете то и другое равноспасительным. И все, наша связь прервалась. Так это митрополит, при том такой передовой. У него книжка вышла «Сто проповедей митрополита». Он попросил дать рецензию. Ну, я ему сказал, какие ошибки, в чем. И он говорит, я это все учту. Ну, а я ему послал свои. И он уже с Барнаула был, хотел приехать. Ну, там же рядом, которые ненавидят нас. Ну, и, видать, уговорили, и он бы не приехал. Зачем он должен? А это определенно. Если я где-то побыл, и меня запретили там, ну, какой-то йог такой в Москве, там такой, он там горы переставляет. Я сразу же добился людей, которые знают, где он живет, и чтобы меня туда провели. А он нас, как увидел, открыл окно, в окно выпрыгнул, убежать. В окно. До того интересно. Так и здесь. А они, вот сейчас, если взять, то, которые новообрядцы, старообрядцы вообще они не знают. А эти, никаньяни, никаньяни. Вот они, мы молимся, у нас 4 часа, он говорит, а эти никаньяни, не полные 2 часа уже идут. Окаянные никаньяни. Более ненавидеться сейчас именно эти, вот, которые новообрядцы, новообрядцы, старообрядцы. А эти их вообще не знают. Ну, у нас там староверка, она живет, она ни с кем не знает, она такое может сказать. Вот, мы приехали в деревню, рядом тут, 10, ну, где мед покупают, у рыбка. Ну, и едем на машине, мы поехали в эту деревню. Я говорю, с той стороны начнем. Женщина. Он остановился маленько, я выскочил за ней. Я говорю, мы у вас сегодня будем здесь проповедовать, говорить, вот Евангелие у нас возьмете. Я кержачка, мне не надо ничего. Я второй раз догнал, опять ее идет. Я говорю, это Евангелие Христово. Я же вам сказал, я кержачка, никакого Евангеля нам не надо. Вот и все. Она кержачка. На реке Керженис когда-то были. А кержачка, это наше гнездо, откуда я произошел. Но мы нашли, значит, и вы могли найти. Так вот. Да, вот это митрополит, я так понял, старообрядческий. То есть, получается, они очень ревностно к обрядам относятся. Да. В отличие от Никоньян, то есть, в отличие от нас, старообрядца. Да. А они все опровергают. Я говорю, почему Библию-то не переведете? Она неправильно переведена. А этого нельзя. Они говорят, кто Библию просчитает от корки до корки, тот с ума сойдет. Это старообрядческая наработка. Оттуда. То есть, Библии никаким авторитетом не пользуются. Совершенно. Ну, теперь они есть, которые там знакомы с кем-то, вот как Аланас, которые так что-то считают. А так нет. Я знал, хорошие старообрядческие семьи. У них не было Нового Завета. Я подарил им. Вот так. Но мы же сейчас не находимся в расколе. Мы же имеем каноническое общение со старообрядцами. Нету. Нету. Общения нету. Уже неоднократно и говорено было, и патриарх. Ни под каким видом общения нет. Канонического тем более. Никак. То, что мы друг друга не убиваем, считает, этого достаточно. А в их церкви причащаться нельзя? Они в наши и могут причащаться? Не могут. Не могут. И у них, они, зная, что ты относишься к новообрядцам, не будут причащать. Они тебя выгонят из храма и будут руки мыть после тебя, там, скажет, задел нашу скобку здесь. Я их знаю. А мы можем причастить? Православные могут причастить старообрядцам? Если он придет. Если он придет. Ему ничего не требуется. Он крещеный. Он зашел. Ну, конечно, священник не самодур. А если такой, как, допустим, Дворкин, так еще там. Так, благодарю. Вот следующий вопрос. Где в Писании написано, что надо поклоняться и целовать мощи святых? Нигде и никогда прикосновение к мертвым оскверняет человека. Вот такое наоборот. Но мы признаем, что это благодатно. И никаких доказательств нету. И, ну, нету просто. И все. Я специально житья святых 12 томов промолотил. Я могу скинуть материалы. Какие святые, умирая, запрещали даже волосинку взять? Вот мы считаем Семен Столбник. Патриарху охота, чтобы его благословил. Патриарх такой был ревностный, православный-то. Ну, ему давай, да я тебя рукоположу. Руками его не рукоположил, нельзя. Он там на столбе стоит и так его рукоположил. А когда умер, он решил на память из бороды взять хотя бы на память волосинки. Сразу гром и рука у патриарха отсохла. Он все, ее скорее обратно волосинки положил, рука опять из... Вот и все. Нет ни одного святого, который бы разрешил брать от него что-то, резать его, фаршировать им. Материю там или от мощей куда-то нигде нету. Главное здесь, что люди не считают Писание. Еще в раю было сказано прах ты и в прах возвратишься. В прах. Не в антимеинсы. В прах возвратишься. И поэтому я везде об этом ратую. Обязательно везде все частицы собрать с торжеством, с патриархом, все вместе захоронить в подобающем святом месте. Вот что нужно сделать. А тут сегодня берут а вот там-то мощи, там где-то что-то. Ну, было что-то где-то Господь делает. А вот Елисей там лежал, когда мертвые хоронили кого-то, увидали, враги идут, им мертвого бросили, он коснулся тела умершего Елисея и соскочил и тоже побежал. Но это было один раз. И Бог показал, что он пребывает со святыми уже на том свете. И больше ничего нету. А подражания ему нигде нету. Нигде даже полслова нету. Эта тема у меня отработана вот и до, И возражать, когда я даю данные скидывай, ни один, ни кто. Самые ревностные поклонники мощам никогда не выстоят. Они понимают, ну а как же у нас? Ну вот вы бывали, где Сергей Радонинский, бывал, я приложусь к стеклу. Стеклу к мощам-то не прислоняется. А откуда взяли, вот когда бывает к иконе, поцелуй ты лбом вот так вот бьет. Ну не знаю, написано поцелуй. Поцелуй. Ну поцелуй, когда мы советуем. Я вас люблю. Я вас приветствовал, брат, и потом лбом бы стукнул, а я стукну так, что ты инвалидом будешь. Ну и чё? Где это, видели такое, чтобы ещё рогами ударить? Нет этого нигде. И стоит, вижу, Путин тоже причащается, там что-то к иконе подходит и лбом его доболонул. Это уж он чё говорить, откуда, откуда. Смотрит на старшего, то и развращается, не видит. Любой человек. А слушая нас, сейчас могут нас обвинить, что вы, дескать, против мощей. Что можно им ответить? Ну, во-первых, это не соответствует действительности. Я как раз более всех на весь интернет ратую, чтобы захоронили. Бог повелел, прах ты, человек, Адам, Адам, и в прах возвратишься. Я за то, чтобы вернулось, то, что Бог сказал ещё в раю, в раю святость, уже в прах возвратишься. И Стефана, первомученика, написано, был великий плащ, и похоронили его. Похоронили, но не стали его резать, фаршировать. И при том, святость мощей какая? Капывает. Он нетленный лежит. Ну, нетленный там, там видно всё. Ты посмотри, у буддистов, которые там лежат в пещерах-то, пульсирует кровь. Он лежит, как будто только сегодня его не вымачивает, как эту падаль там в облу, в Мазолее. О чём Новодворское говорилось, Дюганов, забери свою в облу отсюда. И вот там у них по-настоящему видно нетленный, а здесь нет. А у греков граница-то где эта граница? А у них наоборот, если раскопали могилу, а он целый лежит, ещё раз закопают, и когда третий раз, тогда в море или куда бросают, и всё. У них тление считается святостью, а у русских наоборот нетление. На каком моменте? Где граница эта? Ну, выдумка всё. Это выдумка нехорошая, они, что бы ни говорили, они забывают, что прах ты и в прах возвратишься. Относительно мощей Бог позаботился. В прах возвратишься. Не в печь огненную. Нет. Не то, что кремировать там будут. В прах. То есть земля примет своё. Об этом экклесиас Соломоны говорит. Человек умирает. Тело идёт в землю, а дух Богу, который дал его. Определённо, щётко. Так что обвинять нас никак нельзя. Никак. Я ратую за то, что был похоронен с почестями всякими, в самом недосягаемом месте где-то там, ну, в храме Христа Спасителя, там, под престолом или где-то. Так вот и ответ весь. Благодарю. Следующий вопрос. Почему мы, православные, добавили книги к Писанию? Не накажет ли Всевышний, всех нас за это? Какие книги добавили? Я хочу спросить. Ну, это имеется в виду, наверное, не канонические книги, я так понимаю. Речь о них идёт. А они приняты были в апостольские времена. 85-й Псалом, правила апостольские, уже были приняты. Дух Святой указал им. Эти проповеди, эта книга, не канонические, их не находили на еврейском языке. А теперь и 13-е, там 14-е, Даниила, и Сераха уже донайдены. И на них ссылается Иоанн Златоуст, другие святые отцы, ещё тут мудрствовать-то. А потом соборы, ещё два, там Ладикейский, кажется, Карфагенский утвердили, что нет там нигде третьей книги Ездры. Ни у кого. Почему? Потому что она только в Брюссельской. Ну, мы оттуда берём и узнаём. Теперь она у нас есть. Так у нас ещё не хватает, сколько там, 70, кажется, в 7-й главе стихов. Но когда я симфонию составлял, я их тоже учёл. разнёс симфонию, но не канонические книги. Следующий вопрос. Где в писании написано, что нельзя слушать клубную музыку или рэп, или рэн-би, ну, в скобочках, без матов, разумеется, и нельзя ходить на концерты, да танцевать? Почему это грех? У меня особый материал здесь, музыка и танцы я могу скинуть, потому что танцы это утончённый разврат. Мужчина с мужчиной, а никакого интереса нет, надо что-то с женщиной, у них, чтобы голые плечи было, прижимается там, ну, всё это описано. Я могу этот материал скинуть неопровержимо, как себя люди чувствуют, по какой причине, какая музыка. У мусульман музыка запрещена, а у нас не запрещена. А почему? Да мы здесь считаем, на кимвалах, гуслях. Давид, Дух Святой сходил, когда он играл. Когда Елисей и кто-то гуслист играл, Дух Святой на него сходил. Мы считаем, какие там и барабаны, и бой было, и всё, и танцы. Да, было, когда Давид плясал перед ковчегом. Его осудила мелхола, и Бог затворил её чрево. У нас музыка разрешена. Возьмите Себастьяна Баха, страдания, страсти Христовы. Да мало ли таких где-то. Одинокий пастух, когда, вот, Пятая симфония, возьмём там, Бетховена. А сколько хорошего есть? Конечно, Скрябина там, это, Вагнера взять, это другое дело. Там такое, там, погибает всё. Любимые музыканты для Гитлера были. Ну, надо правду говорить до конца. И поэтому музыка у нас не запрещена. У католиков она играет орган, называется. Орган – это духовой оркестр. Оркестр, какие трубы там идут. Мы одно время ухаживали за Иннокеней, ей 90 с лишним лет было, и она говорит, когда была в Иерусалиме, мы у матушки отпрашивались в католический храм бегать, послушать пение. Это музыку какую. Она, ну, надо послушать. и восставать против такой музыки может человек совершенно испорченный слух. У меня есть тишина и музыка, как их соединить. Стихотворение, которое Виктор Николаевич Савченко поёт. Игнать Тихонович, тогда если не забудете, вы мне этот материал пришлите, я перешлю его. Следующий вопрос. Это не сразу. Если я пока пошлю, через две недели, потому что я же не в городе, а потом в какое время ещё поставят. Так что надо настроиться на то, что, может быть, недели три пройдёт. Ну, хорошо, я, может быть, убрать и даже попрошу. Так, следующий вопрос. Имеет ли право христианка, женщина, заниматься танцами, фитнесом, пилотесом? Если нет, то где это написано в Писании? Ну, где это написано? Ну, в первую очередь день рождения Ирода. Плясала племянница. Вот есть такой фильм где-то, и она как пляшет. Ну, там, поневоле, с ума сойдёшь. Как она помаленьку сбрасывает одно одеяние, второе, третье, наконец, лежит, дёргает. Ну, ясно, о чём речь идёт. Так, где говорится? Вот я скину материалок о танцах, танцы, и там прочитаем. Да, и перешлём. Да. Зачем мне прибавлять, когда уже это всё сказано? Да. Следующий вопрос. Почему христиане, мужчины, не хотят помогать супруге по дому? В скобочках. С детьми. Помогать готовить еду, когда ничем не занят. Ну, это не соответствует действительности. Может, где-то и... Как не помогать? Муж обеспечит, у неё жильё есть. Не, она же дом-то заработала, я заработал. Я приобрёл дом, она... Так, теперь питание, которое всё моё. А теперь она что будет делать? Она теперь их готовит. И в этих вопросах она бывает намного острее мужчины, как говорит Ян Златоуст. Она знает. Ну, конечно, она дома-то готовила что-то, а мне это не надо. Она увидит, что мне нравится. А помогать? Ну, в чём дело помогать? Что я должен руки засучать? А что она будет делать теперь? Она меня и не допустит туда. А у нас вот мы живём, братья одни, всё готовят сами. И хлеб пекут сами. Ну, всё делают сами. И рыбу готовят как надо, и молочные продукты. У нас всё есть. Так что это не знаю, где как, что не помогает. Мы помогаем, а обеспечение полное ей. Она ни одного грамма не зарабатывает. Всё, что требуется. И дальше даже, если мы набрали там яблоки, то другое. Мы сами варим, мужчина-то. Но она берёт, а я люблю так, пожалуйста, я сахар даю, яблоки набрали. Как это? Не помогаем. Всё обеспечено. Всё, что есть. Почему отрицается помощь психологов в конфликтах семьи и говорится, что надо только молиться? Лука был врачом, психологи – те же врачи. И если пара не находит общий язык дома, не помогает даже священник решить конфликт, почему же обесценивается помощь специалистов грамотных? Грамотных. Психиатр – это психея душа, переводится с греческого, а он неверующий, он не знает. Лучшие психиатры – это те, которых и детей не было. Златоуст, апостол Павел. Мы это утешение находим на страницах Святой Библии. И чтобы безбожник, вот какая-то беда была, захватили в Беслане, и теперь они работают. Я был там, и знаю, как они работали. Ну ничего, у вас ещё дети будут. Нету больше детей. То есть, её как научили, этому нельзя научиться. Я стал с ней говорить, и она сразу перестала страдать. Почему? Я говорю о вечности, о невинно погибшем ребёнке, где он был бы, какой преступник вырос, ты бы не знала, которые дети остались живые, я вижу, какие. Но теперь ты сама уже видишь. Надо знать, говорить. Зачем он мне нужен, психолог? Не зачем. Душу я признаю. Для души нам всё сказали, Дух Святой сказал на страницах Писания. Святые отцы. Мы всё это находим. И поэтому обвинять в этом никак нельзя. А психиатр, который там, ну что он сделает, психиатр-то? Когда у человека такая беда, три человека погибли в семье. Он не знает, что сказать. Я говорю о вечности, о любви Божией, о молитве за упокой. А психиатр-то, он неверующий. Это для него работа. Он курит, сидит. Какой он психиатр-то? Он души не признаёт. А мы ради души всё делаем. И поэтому человек, который это говорит, он или искусственно это всё наговаривает, или думает, как мы ответим. Как бы я верующий, признающий Христа, его жертву, пошёл бы к кому-то. смешно даже говорить об этом. Я как-то вернулся домой. У меня там лежало, кажется, на телефоне сколько-то там, тысяча. Я пришёл, а там только 200 рублей. А я в город. Я не звоню вообще. Это кто-то мне послал. Я позвонил туда. Да, так. У вас сняли. А за что сняли? Ну, за оказание услуг. А какие? Ну, вы же такого там мая разговаривали. Звонили. Я говорю, а я звонил. Я спросил только у вас, есть желание встретиться, поговорить и детей в лагерь отдать? Ну, и не знаю, что сказать. Ну, мы знаем, бывают одинокие старые люди. Им надо кого-то утешить. И вот мы с ним беседуем тут. Ну, что-то она говорит. Кого ты можешь меня утешить? Я утешать буду. Я прошу деньги вернуть. Она нет. Я говорю, директор где? Ну, подошла. Я говорю, вы деньги вернёте или нет? Если вы деньги не возвращаете, я оповещаю вас. Сегодня я еду по защиту прав человека, прокуратуру, милицию. Ещё и в КГБ брякну. Она замолкала. Я ещё домой не приехал. Меня на машине везли. А уже деньги 750 рублей вернули сразу. И эту Шарашкину контору закрыли. Я спрашиваю юриста у нас. Я говорю, это ущерб большой, говорит. Теперь их заново не зарегистрируют. И всё. Надо знать, что психея, душа чего желает. Мы же не знаем, кем бы эти дети были в Беслане. 200 с лишним. 200 с лишним могли быть и дурными. Всё равно их не вернёшь. Который там Григорий Гробовой там воскрешал. Говорил. Они уже воскрешённые, только не могут среди нас быть, потому что им паспорта не выдают. Ну, мёртвому кто паспорт выдаёт? А его посадили. Оттуда вышел. Сейчас нигде его нету. Прямо такой был. Всё. И вот это была Деви указывала Белое Братство. Марина Цвигун. Тоже там была вышла, как будто никогда не было. Я знаю, что там говорят. Маленькое замещание и ты тут будешь сидеть. Обещаем вам. Меньше 10 лет не получишь. Возьми, как это из-за окружения Данила Сысоева. Там один НТО выступал. Везде там и драки устраивали, где там что-то не так. Арестовали. Одна беседа и сгинул, как будто никогда не было. Уж как воевал с евреями Константин Душенов, Константин Юрьевич-то. А побыл, вернулся и теперь только против мусульман. А до этого с мусульманами дружный был. То есть ему надо с кем-то, он моряк такой, надо воевать. Не надо воевать. Вот мы в Азербайджан или в Баку ставка была в доме Муллы. А кто может похвалиться этим? Да какие беседы были? В Мещете пошли, я там молился. Какие беседы были с мусульманами? А потом пошли в православный храм. Так, следующий вопрос глуповатенький на мой взгляд. Может быть человек просто не смог мысль свою донести, но я тем не менее зачитаю. Как мы могли произойти от Адама и Евы, если много раз и все мы с разным цветом кожи, как китайцы, например, с узкими глазами появились? Если, к примеру, Адам и Ева были неграми или русскими, как мог из одного цвета кожи другой появиться, если мы все от одной крови? Такой вопрос. Мы знаем, был потоп. И теперь Сим, Хам и Афет. Хам насмеялся над отцом, это черный континент, он в трап рабов будешь. Вот он в черный континент, он сразу почернел, и теперь от него там такие. А Сим, а Афет, это вот мы нация какая, немцы, там англичане, а Сим, это семит, антисемит, то есть против вереев которых, и поселимся в шатрах Сима, то есть в вере их мы примем-то. Все, вот оно и появилось. А что там, языки разные так. Ну, потоп был в 1656 году от Адама, от сотворения. 721 год прошел от потопа, Волонская башня, появились языки, и они сразу, вид-то Господь дал, чтобы по виду можно было определить, там глаза сузит, Бог все-все. А как хлеб? Соломой питался. А теперь у него клыки. Все. Травоядные были все животные. Не было хищника ни одного. А чем питался клоп, другие насекомые, комары, в чем они питались? Вода была, пили воду там или что. А теперь они на человека ополчились. Ничего тут, вопрос хороший, нормальный. А вот желтый цвет кожи и узкие глаза, вот это откуда? Ну вот я и говорю, хамово семя. Хамово. А, от хама. Хама, от хама. Хамово племя. Вот от них и есть. Рабы, рабов там, ну и дальше все остальное. Языки уже появились намного позже. Бог силен изменить, показать как. Вот южный народ, его сразу видно, кавказской национальности. Его видно. А если уж араб, тут и говорить не надо. Показывают два мальчика, сидят, один арабчик, ну там года по четыре. Чёрный такой, а другой белый. Этот, который русский-то сидит, говорит, а тебя что, из духовки забыли вовремя вытащить? Чёрный такой-то, прокоптился там. А Катёрный, Чёрный говорит, а тебя в духовку не сажали? Так. Да. Так, очередной вопрос. Почему Иисус Бог, а Мухаммед, например, или Будда нет? Много ведь богов различных племён. Вы изучали племена и какие там боги? Боги. В действительности их много. В римском пантеоне во время, когда зазвучала евангельская проповедь, было 500 божеств. Вот если врач, это обращается к Аскрипию, война, Марс, если любовь там Диана, Венера, а только сохранились венерические болезни от них. Христианам сказали, вот, Ниша, ставьте свою статую, 501-я, поклоняйтесь. Это довольно так сходно было. Это терпимость была, толерантная система Рима. А христиане, выходя на арену, говорили, Кристос Рагна, Христос царствует, и поэтому все ваши божества это идолы, приносящие жертву, и он приносит бесам, Павел говорит, вы бесопоклонники. И все 500 религий объявили войну христианам. Все исчезли, а христианство сегодня 2 миллиарда 450 миллионов. Ну, там, номинально, может быть, но это так. А мусульман, он и не претендовал на это, его происхождение человеческое. А у нас, они говорят, Христос себя Богом не называл. Я говорю, Иоанна, 13 глава, 13 стих, вы называете меня Господом, и я действительно то. А 10.30, Евангелие от Иоанна, говорит, Я и Отец одно. Определенно и щетка. Так что, а те претендовали на это? Нет. Ну, Будда, Будда это не божество, это человек, достигший нирваны. Их миллионы таких, которые так верят. А у Китая вообще Бога никакого нету. Нету никакого. Нету все это, ну, природа там объяснить можно, там, эволюция, что угодно. И вот много Богов. По названию златоузы это много, а в действительности ни одного. Вот и весь ответ. Угу. Благодарю. Почему Библия это слово Всевышнего, а Коран или Веды нет? Подробный ответ хотелось бы услышать. Ну, подробный ответ дает нам Господь Бог. Так говорит Господь, и сразу зазвучала Его речь. Это первое бытие. Так сотворил Господь. Ты можешь верить, как, а ты свободен принимать. Здесь открыл тебе Бог это или не открыл? Я бодрствую над словом моим. Говорит. Ни одна книга не рассказывает, что будет дальше. А мы точно знаем, какие события мирового масштаба будет, как придет правитель над всем миром, и какого имя зашифровано 666, и будет 3,5 года, при нем два пророка сойдут, 1260 дней, до одного дня известно, сколько будет, и что будут убиты и воскреснут. Нигде ни в одной книге не было. Но если так рассуждать, вот передо мной книга. Пожалуйста. Я ее показываю здесь. Если подумают мусульмане, я им показываю их книгу. А у вас что-нибудь написано, они говорят в Библии? Нет, не написано. Написано так. Кто будет говорить не то, что мы вам проповедовали, да будет анафема. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. И поэтому, когда беседую с мусульманами, три слова табу, запрещенные. Аллах, Мухаммад, Коран. Я никогда не произношу. Зачем? Драконить их. Но, я им скажу, скажите, а вы считаете свою книгу? Передо мной прошло в прошлом году 2600 мусульман. 2600! И ни один не считал свою книгу. Ни один. А один нашелся, а я считаю. Я говорю, давай, открывай, пятая сура. Сура это глава. А как она называется? Аль-Майдай. Аль-Майдай. Открывай. Трапеза. Это вы знаете так. Они хотели быть мусульманином? Я говорю, разумный человек, здравом умею, разуме, совести, он небо менять на землю не будет. У вас духовного-то ничего нет. Вы не знаете о рождении свыше, не о крещении. Я им все говорю. А теперь открой 68-й аят. Это стих пятой суры. Там написано так. Всевышний дал нам людям Писание, 47-й аят, Писание. То есть у нас книги есть, евреям-то. Дал и жил, в скобках, Евангелие, чтобы мы по нему и жили. Я говорю, ваша книга меня одобряет, а наша книга вас не одобряет. Деяние 4.12 написано. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Нет. Дальше. 3.36. Верующий в Сына Божия Иисуса Христа иметь жизнь вечную. Неверующий в Него не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. И криминам, это сказать, считаем, Евангелие от Марка 16-15 стих. Идите по всему миру и пропадайте Евангелие всей твари. 16-15 Марка. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Во. Кто не будет веровать, осужден будет. Мы это и делаем. И поэтому все остальное осуждено будет. А они говорят, а у нас Иса, пророк. Я говорю, не против, пожалуйста. А наш Бог, Второе лицо Троицы. А как Он может быть так? Я не залажу в вашу книгу, прошу нашу не трогать. Вы ее в руках не держали. Господь и Бог Он. Он. Почему? Второе лицо Святой Троицы. Я дальше называю места Писания, показываю. Три свидетельствуют на небе. В первом послании говорит Иоанн. Три. И дальше перечисляет. Я и Отец одно. Ну и все. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Кто был? Христос. Ему имя Слово. Логос. Вот и все. Полный ответ. И тем не менее, их книга указывает на нашу, людям Писание, данные жители. И в нашей книге говорится, что Христос – это Бог. У них не написано это. Нет, они же в нашей книге написаны. Ну, а в нашей, да, так и написано. Я говорю, не написано. Показал себя, явил себя во плоти. Считай 3.16 Тимофею 1. Вот так. Показал себя ангелом. Явился во плоти. А до этого был неизримый. Его никто не знал, не видел. Они не знают ни свою книгу, ни нашу. А вот у нас Иисус, я говорю, Иисус наш и ваш Иса между ними 1600 лет. Да откуда вы берете? Я вам показываю, откуда я беру. 12 сура, 28 аят. Открывайте. Они открывают. Там говорится, кто такой. Книга «Исход», 6 глава, 20 стих. Сравните одно с другим. Вот и все. Они говорят, Марьям, сестра Моисея, это была мать Иисуса. Марьям. Ну, когда был Моисей-то? 1600 лет до наших дней, до Иисуса Христа. А он не понимает, кто писал. А как? Я говорю, столько ошибок. А сколько ошибок? Несоответствие с нашей Библией в этой книге 5620. Это моя наработка где-то. 5620. А почему? Потому что он на слух брал. А книги у него в руках не было. Он был интересный человек, как говорят, харизматичный, который арестовал, создал их религию. Ну и все. А дальше не говорить не надо мне. Я уже все сказал. Другого имени под небом нет. Имени Иисуса Христа. Вот вы сказали, что через вас прошлые годы прошло 2600 мусульман. И все они, никто не читает книгу. Ни один. Да. И надо сказать, что люди будут слушать. Где? В чат-рулетке они прошли через вас? Ну, я в чат-рулетке это встречаюсь. В чат-рулетке, чтобы люди знали. Да. Ну, это не за один год. Там побольше захватило. Там еще несколько месяцев другого года было. Один. Я еще молодой. Сколько лет? 31 год. А когда ты будешь считать? А считать только на арабском. А кто у вас написал? Ну, я говорю, Энуар такой-то. А-а-а. Так это какой перевод? Он даже не знает. Это один из лучших переводов. Переводов. И надо брать и считать. И будет считать, он не будет. И мне надо... Я говорю, для вас самое главное четвертая сура, третий аят. А что такое? Четыре жены разрешается. У нас даже это за разврат не считается. Полное безумие. А у вас святость. Вот и все. Разница. Разница. Так, очередной вопрос. Иисус умер за все наши грехи. Верно, получается. Даже за те, что мы совершаем сейчас. Он ведь не мог умереть только за тех людей, которые жили с ним. Верно? Он ведь знал, что мы будем грешить до конца жизни. А значит, и за самых ужасных грешников умер. Да, простил все, всем только поверить остается. Ну да. Мы потому что знаем измерения по-человечески, по-божьему. Адам согрешил. Ну что согрешил-то там? Плод один, ну, говорит, яблоко там. Ну, не яблоко, дерево по знанию добра и зла. И все умирают. И уже от этого греха Адамова умерло больше ста миллиардов людей на земле. Как это может быть? А как? Во грехе защит я. Звери все сделали смертным. Рыба, мошка, все сделали. Смертного ничего не было. Смерть вошла. И Христос умер за всех. 1,29 Евангелие. Иоанн говорит, Иоанн, простирая руку, говорит, вот агнец Божий, 1,29 Иоанн, который берет на себя грех мира. Он грех мира взял. А если бы 10 галактик было, 10 миллионов галактик хватило бы искупить. Если бы такое же население было, как на земле. Почему? Это божественная форма измерения. По-человечески нам это не понять. Один согрешил, а все умирают. Написано, в Адаме все умирают, запятая, во Христе все оживут. Возмездие за грех смерть. 6,23 Кремлянам. Возмездие за грех смерть. А дальше, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар. Даром. После второго пришествия земля сгорит. Будет отдельное место для грешников и отдельное для верующих, которые будут жить со Всевышним. Люди будут мучиться, видя своих родных в аду. Вопрос такой. В аду не будут видеть. Они уходят. А дальше будет существование во Христе Иисусе. Как Господь мыслит, и они так же. Вот посмотрит он на них с гневом, и родные, мать, на сына все с гневом посмотрят. Уже они будут мыслить не своими категориями человеческой жалости, а во Христе. И Дух Святой их научит. Как? Здесь горит земля, и все дела на ней. А как? Как золотой сосуд, который испорчен, треснул, его разбивают, заново переплавляют, и новый сосуд, говорит Иоанн Златоуст. Где нет ни плаща, ни стона, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. А как там? Не видел глаз, не слышал уха, на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его. Нельзя выразить. Ни один там Жюль Верн, ни один Беляев, никто фантаз не придумает. Как там будет? А у них определенно на каждый день, на каждую ночь у него будут там специально гурии и обязательно девственницы, и он будет с девственностью спать там 40 сколько на ночь. А потом они опять зарастают и опять... Какое это царство-то? Развратный притон. Это они не боятся даже говорить. Я говорю, ну теперь сравните. А у вас как? Мы не сказать не можем. Я встречался с человеком, он в шахте был задавлен. А потом, когда раскопали, он живой оказался. И он говорит, я где был? И вот у нас, говорит, вы видели? Вот павлин, как хвост распускает, каждое перышко вот такое. И воробья сравните. Так вот, наш павлин там как воробей. Какие там птицы, какие звуки, какие ангельские голоса. Я это все видел. И мне уже ничего здесь не надо. Иисус исполнил Ветхий Завет. Получается, мы живем по-новому. Так почему люди все еще возвращаются к Ветхому, где в Новом Завете написано, где в Новом Завете написано, что есть священники, запятая кадила, запятая бороды, запятая юбки в пол и так далее. Все собрали. Видно, что человек, который неверующий. Ну, начнем с бороды. Бог так сотворил мужчину и женщину. Человек мужает. Это знак мужества. Физиологическое его происхождение. Мужчина. Мужчина. Борода. Не трогают. И когда полбороды обрили слугам Давида, он не запустил в Иерусалим, а сжирите в городе проклятие Иерихоне, пока борода отрастет. В земной Иерусалим даже не запускают. Что там говорить-то? А мы идем в небесный. Теперь Ветхозавет не отменено то, что касалось жертвенных животных. Потому что животные, все валы, бараны указывали на Христа. Он придет. Теперь истинного сияло, и теперь там ненужные нет. А форма служения, кадила, они были в Ветхом Завете. Это как фимиам, как жертва вечерняя, так и осталось, потому что это напоминает. А как, откуда знали? Откуда? Деяние апостолов, третья глава, первый стих. И Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. Куда они шли? В храм. А этот храм Господь выгонял из него? Ну да, он говорит, дом мой. Он его и дом? Мой дом, домом молитвы нарисчется, а вы его сделали домом торговли. Второй раз выгонял вертеп разбойников. Ну согласны, согласны. Я говорю, из какого храма выгонял? Ну как, с Соломонов? Да Соломонов был разрушен. Вторая параллель, помену, 22 глава. Это 25 глава. Все. Ну а какой? Зарававели Иисус Син Ясидека. Книга из Икииль, 41 глава, 17 стих. И внутри, что были изображения, изображения это икон. Икон. От пола до потолка, снутри и снаружи. То есть, все было в иконах. Мы так все и делаем. Да там людей не было, не было их на небе. По образу небесному ангелы были, их изобразили. А как люди появились на небо, взял Господь, теперь мы образы имеем Божьей Матери Христа. Все на месте стоит. А у вас, я говорю, как конюшня какая, ничего нету. Ничего. А Господь украшал. Там и были огурцы, и валы, и львы, и виноградной кисти. Это по образу небесного. У нас по образу небесного храма устроены. Почему Игнатий Тихонович оправдывает правителя, у которого вторая жена? Это имеется ввиду, я так понимаю, Кадыров. Значит, что-то мы должны соблюдать по Писанию, а что-то нет. Где в Новом Завете написано, что Христос разрешил человеку, будучи в браке, брать в жены еще одну жену? У них так заведено, говорит, у них так заведено, в видео вы говорите, в ролике, мало ли где кем, что заведено. Вон у буддистов тоже заведено, и у кришнаитов, получается, кто мил и близок к сердцу, тому оправдание, а кто нет, тому осуждение. А что Всевышний об этом говорит? Ну, об этом мы и говорим, что говорит он, что одна жена. А кого они имеют в виду-то, правителя? Я так понял, Кадырова. Кадырова. Давайте так поговорим. Где я его одобрал за это? Ложь. Где? Вторую жену я ему оправдывал. Нет. Я говорил о нем, как о правителе. Хотя бы было у него 100 жен. Он прекратил, перекрыл. Ни одного взрыва нигде нету. Мало этого. Он все время под ударами. Он настоящий правитель. Запретил аборты делать. Это единственный глава администрации, который пришел к такому мнению. Это не просто так. Я его одобряю. Не одобряю никогда. Но я говорю, что он не нарушил свой закон, по которому живет. Поэтому его и Господь будет так судить. Я подарил ему книги. Что можно было, сказал. У меня от него благодарность есть. Я говорю, как правитель. А правитель вот такой, я говорю. Сколько взрывов было в метро везде? Где? Нету. А вот он так-то находит врагов. Он находит и заранее уничтожает их, когда они еще только готовятся. А как он разговаривает? Семь убийц поймали. Семь. У которых задание было его уничтожить. Перехватили. И теперь родители призвали, они стоят, и он с ними разговаривает. Скажите, вы меня приехали убить. Родители ваши здесь. Я имею ответный удар нанести. Я приговариваю сегодня вас всех к казни. Родители рыдают, стоят, то другое. Вот ты. Вас водили оттуда? В тюрьме сидите, в мещеть молиться. Водили. А ты почему не пошел? Ты неверующий? Безбожник, как он их кроет? Я прощаю вас, но теперь делайте что как нужно. Вот так. То есть с той стороны он разговаривает так, что христианам позавидовать можно. Он прощает врагов, которые пришли убить его. Ну не надо так что-то. Я говорю, недавно было, говорил о враге Абадольфе, Алоизович и Гитлере. Более любимого народом не было правителя со времен Христа. И не было никого, кто так любил свою страну. До времени, пока он не тронул божий народ евреев. В этом его самая большая ошибка была. Смертный грех. Ну а дальше уже безумие пошло. Как он с праха поднял страну. А тут пришли правители, передовую державу российскую сделали самой нищей. Что сравнивать-то? Я беру человека полезно, до какого времени было, и дальше все я рассматриваю реально. Как? И говорит, а вы так? Я никак не одобряю его. А потом мы видим, просто человека не видно, дьявол в человеческом образе. Я говорю о Гитлере. Как он стал делать освенцем и испортистереблять народ Божий, Генри Гиммер, решение еврейского вопроса. Они безумцы. И Бог их наказал, покарал всех. Но когда он из развалин поднял страну, ну вы сами посмотрите, вы еще не знаете историю, какая была контрибуция после Первой мировой войны. И кто мог вывести? Никто. Все понимают. Такой фигуры не было, чтобы совершенные развалины были, ничего нету. Одна безработица. И все поднять. Вот это надо смотреть и говорить, где. А Ленин, Сталин пришли уже на готовое и все разрушили. Вот и все. Мы должны видеть доброе. Я вот когда спрашивает мать Тереза, как считаете, святая? Так она католичка. Католичка святая. Все. Как я считал, где. Подтвердить-то не могу, но я считал про это. Студенцы, семинаристы своему учителю, католики говорят, ну в настоящее время есть святые или нет? Он говорит, как ну, подойдите быстро. Видите, босиком идет. Это Ян Шанхайский. Вот он, живой святой. Так он же православный, православный святой. А я католичку называю святой. Все. Все. Христос Игнатий Тихонович. Все вопросы закончены. Слава Богу. А для меня еще вопросы. Это у меня только отвеченных 4124, где я в университетах отвечал. Чтобы ответить, я 60 лет учусь. Я должен знать, что, поэтому говорю и о политике, говорю о правителях. Я не одобряю жен, я одобряю то, что прекратилось. Он герой страны. Ему доверено такое. Переизбирает его. Его хотели избрать, когда президентом, когда Ахмата убили его отца. Он говорит, мне 28 лет, что ли, говорит, я в университете учусь, как раз закончу, тогда поговорим. Он не пошел на нарушение. Путина так же было. Хотели второй раз избрать, он говорит, нет, закон не принятый. Вот вам Медведева прослойкой сделали, Дмитрий Анатольевич, все. А потом он опять пришел, а потом уже шесть лет сделали. Но все по закону. Закон свой, человеческий, не был нарушен. И это тоже вызывает уважение. Он же не Сальвадор там захватил, там побил противников и воцарился. Нет. Ну вот так. Ну с Богом. Спаси Христос. Спаси Христос. Когда в гости-то приедете? Бог даст и живы будем на следующее, когда крестится Бог. Да, да. Вот у нас сейчас приехал этот Николай Кузьмин, и еще собирается, Пахмутов собирается приехать, Грибанов Иван, он из Баптистов. Да, или Макаров Михаилович. Да, да, Михаил Макаров. Ну вот так. Все, отхожу. Все, с Богом. С Богом.